Настя приехала вчера к нам в клинику. Сегодня мы ходили в ресторан. А, вчера в старый город ездили, отдыхали, я ей все показывала. В понедельник мы начнем лечение и через 5 дней покажем, какие у нее красивые зубки будут. Настя, что ты будешь лечить? Напомни. У меня 7 имплантов, 24 коронки. Да, и возможно еще будет костная пластика. Ну, врачи пока посмотрели, сказали, вроде не нужно, но на всякий случай предупреждаю, может быть. И как настроена? Все прекрасно настроилась. Я настроилась. Настя ни разу не была за границей, в первый раз прилетела, доверилась, нашла меня в Авито просто по рекламе, даже не моя подписчица. Не знала меня, но мы с ней месяца 3 общались, я ей все показывала, рассказывала, изучила все чаты и даже написала людям, которые оставляли отзывы, да, с ними созвонилась, переговорила, что все хорошо. И вот приехала уже без страха, без ничего. Тебе не страшно было в другую страну уехать? Нет. Все нормально? Все прекрасно. Ты просто настроилась и все? Я просто настроилась. В аэропорту меня встретили, прекрасно, комфортно довезли, поселили в отель. Хороший. Хороший отель, не было никаких недопониманий, все прекрасно. Да, я сразу нас все встретила, я говорю, поехали гулять, я ей показала старый порт, вообще красивые листа. Классно погуляли, классно отдохнули, сегодня сходили на море, накупались, вкусно покушали, очень вкусно покушали. В турции вкусно готовят. Да, погода замечательная. Вода теплая? Очень. Сейчас надо ехать, потому что еще сезон продолжается. У нас везде вот эти вот мандаринчики, что у нас апельсины, гранаты, прям вот на деревьях возле дома, срывай и кушай. Но тебе уже с завтрашнего дня ничего нельзя будет грызть, 5 дней будешь на супчиках, потому что будут операции, имплантации-то уже операции. Ничего? Настроилась? Настроилась. На супчики. Так надо. Что можешь пожелать тем, кто нас смотрит, кто думает? В моем чате очень много людей, кто еще только присматривается, что бы ты им пожелала или сказала? Я думаю, что достаточно информации, достаточно, я не знаю, отзывов. Не достаточно, всегда мало. Мало, да? Да. Вот, ну, если сравнивать с Россией, не спорю, есть в России тоже хорошие стоматологи, но соотношение цены-качества... И времени лечения. И времени, очень долго, времени лечат зубы в России. Чтобы вы понимали, Насте всю эту процедуру, которую мы будем делать сейчас 5 дней, потом она приедет либо через 3 месяца, либо через 6, еще 5 дней, и того 10 дней будет лечение в 2 этапа. Но Насте то же самое будут делать полтора года в России. Полтора. Полтора года. Написали ей план лечения, прямо на полтора, вот все, что мы будем делать за 10 дней. Это первое. Только удаление зубов в полтора месяца, да? Полгода. Полгода. Да, они вырывают зуб и дают заживать, то есть примерно месяц. Ну... То есть в зависимости, как будет десна стягиваться. Опять же, если нужно лечение каналов, лечение каналов полтора месяца занимают. Но они отстали в технологиях. Дело в том, что очень выгодно и лучше для организма, когда тебе вырывают зуб и в эту желунку засыпают костную ткань и сразу ставят имплант. Это минимальный стресс для организма, минимальное количество анестезии, минимальное количество всяких этих лекарств, антибиотиков и так далее. Представьте, сколько вы гадости в этот организм запустите за это время. На самом деле у нас тоже есть такая услуга, как моментальная имплантация, да, также поставили, например, челюсть на 4 либо на 6 имплантов. Но, опять же, никто не возьмется есть, если есть какое-то воспаление в десне. Ну, это понятно. Ладно, сначала надо все зубы вылечить. Сначала надо вылечить, убрать все воспаление. Здесь так же. Ну, сначала все зубы тебе проверят, сделают там, где нужно пломбы, там, где нужно лечение. У тебя все это будет. И только после этого уже поставят импланты. Потому что, если есть хоть какое-то воспаление, если какой-то зуб начинает чуть-чуть-чуть-чуть уже сбоить, то имплант, возможно, не приживется. Вот, это первое. Второе. Сейчас, Настя, то есть мы за 10 дней, ну, с этапов, перерыв, конечно, в два этапа, 5600 евро она платит, а в России это, ну, 560 тысяч. Первый приезд 300 тысяч, во второй приезд 260 тысяч. То, что ей сказали в России полтора года лечить, она будет платить... Ну, порядка 900 тысяч. 900 тысяч, да. И за эти полтора года эта цена вырастет, потому что сейчас ей одно сделает, она заплатит, потом другое. Цены всегда растут. Естественно, эти 900 тысяч вырастут в полтора миллиона минимум, если не больше. После Нового года будет опять сильное подорожание. В этом году по всему миру с января зубы выросли на 30%, в Турции на 20%. Это было в январе. В этом январе такая же будет петрушка. Так что, ребят, успевайте до Нового года сделать просчёты и приехать хоть какой-то первый этап лечения произвести. И потом, во второй раз, когда приедете, уже в 2025 году цена не повысится для вас, кто был на лечении при первом этапе. Поэтому ты, когда приедешь, уже там, либо через полгода в марте, либо зимой, цена не поменяется. Это прекрасно. Всё, ребят, спасибо большое. Пока-пока.